Современные способы лечения хронической боли обсуждались и рассматривались на первом слете экспертов Ассоциации интервенционного лечения боли, который прошел в поселке Романтик. Ассоциация объединяет врачей различных специальностей – неврологов, анестезиологов, нейрохирургов, травматологов, ортопедов, психиатров и онкологов, которые владеют наукой управления и усмирения хронической боли. Как они это делают, узнавала Фатима Даурова. Более 40 экспертов профессионального сообщества врачей, практикующих современные малоинвазивные интервенционные методы лечения боли, собрались на первом слете в истории Ассоциации, чтобы поделиться опытом, наработками в своей области, увеличить информационную базу. В России активно развивается это направление, достаточно молодое направление, где-то с 2014-2015 года. И оно растет, появляется все больше клиник, центров лечения боли. И вот здесь мы собрались, у нас здесь такая экспертная встреча, то есть у нас Ассоциации проводят достаточно много, около 11 мастер-классов, мероприятий ежегодно, образовательных. Но они больше направлены для обучения начинающих специалистов. Здесь экспертное мероприятие, приехали эксперты, это лидеры в своих регионах для того, чтобы… Проблема сложная, и для нас очень важно встречаться, обмениваться информацией, делиться своим опытом именно по самым сложным вопросам. По статистике, 20% населения Земли, это каждый пятый человек в мире, страдает от проявления хронической боли. Современная медицина располагает обширным арсеналом методов управления болью. Интервенционное лечение – это малоинвазивные хирургические вмешательства, с помощью которых осуществляется точечное и прицельное воздействие на проблемную зону, являющуюся источником болевого синдрома. Дисциплинарный подход, то есть у нас в нашей команде обязательно врач-нерохирург, невролог, травматолог, реаниматолог, психотерапевт, психолог, реабилитолог. То есть каждый врач знает свою работу. Плюс мы используем разного рода интервенционные техники, то есть это, если говорить простым языком, то есть внедрение. Это могут быть всем известные блокады или же введение препарата точечно в цель, в зону, которая наиболее болезненная и вызывает дискомфортные ощущения. Стал формироваться такой когорт специалистов, так называемых специалистов в области медицины боли, которые владеют целым пластом таких знаний в области разных областей медицины. Немного в области ортопедии, немного в области нейрохирургии, неврологии, анестезиологии, реаниматологии, которые способны обеспечивать вот такой вот преемственный подход к этим пациентам и помогать самым сложным пациентам, которым не удается получить помощь на уровне первичного звена. К алгологу обращаются, если не получается избавиться от боли стандартными способами. Задача этого специалиста – помочь уменьшить боль, которая вызвана физиологическими или психологическими причинами, повысить качество жизни пациента. Инновационные методы и современный подход к лечению позволяют усмирить хроническую изматывающую боль. А как этот процесс довести до совершенства, обсуждали топовые специалисты и эксперты в области интервенционного лечения. Мы в первую очередь работаем не над излечиванием болезней, с которой ничего нельзя сделать, а для того, чтобы люди жили без боли, комфортно, могли не только в повседневной жизни не чувствовать боль, но и заниматься любимым спортом, ходить на работу и бегать за внуками. Получается очень по-разному, зависит от того, насколько долго человек страдает и какова причина боли. Иногда нам удается полностью ее купировать за один визит, иногда нужно несколько визитов. Но так или иначе мы своих пациентов не бросаем, и многие из них с нами уже многие годы ходят к нам регулярно и наслаждаются жизнью. Ведущие специалисты ассоциации в течение нескольких дней постигали новые знания в науке управления болью. Возможность живого общения и обратной связи во много раз увеличивает качество обучения. Благодаря таким встречам появляются новые идеи, намечаются планы и ставятся задачи, которые нужно выполнить.